Алина Питкова Работа потрясающе выполнена на профессиональном уровне Произведение народного мастера по дереву и художника Вениамина Бабурова словно исповедь его жизни, большую часть которой он провел именно в Одинцово Предметы домашней утвари, кувшины, шкатулки, ложки, а также иконы и музыкальные инструменты и все, к чему так тянулась его широкая казачья душа Первые предметы, которые пришли в наш музей, их принес сам Вениамин Иванович и подарил их Это были вещи, которые он сделал своими руками, а также были предметы, которые сделали его ученики Вениамин Иванович очень любил своих учеников и никогда не делал различия между своими произведениями искусства, не побоюсь этого слова, и между вещами, которые сделали ребята Более 60 предметов, выполненных из различных пород древесины – липы, березы, дуба и тополя Он подчинял себе не только замысловатые узоры на дереве, а обладая ярким и лихим нравом, брал под опеку детей из неблагополучных семей и в буквальном смысле менял их судьбы Был в глазах молодого поколения надежным наставником Сейчас эти ребята уже взрослые мужчины, очень многие из них выбрали профессию резчика по дереву Среди них есть эксперты, есть мастера, есть преподаватели Кристина Дружкова об авторе наслышана, но работы еще не видела Сегодня на выставку памяти мастера пришла вместе с детьми, чтобы и они насладились творчеством Вениамина Бабурова Я вообще восхищаюсь, когда люди могут рисовать, вырезать иконы Это не каждому дано Я просто была в многих церквях в разных городах, странах Я смотрела, как это делается Не везде это есть И вот то, что он делал, это действительно красота Последняя работа автора – икона Серафима Саровского С религией у мастера были особые отношения Резной иконостас – украшение Знаменской церкви в селе Ромашково в Никольском храме Аналой Большое количество намоленных икон в храмах округа Увидеть работы выдающегося народного мастера в Одинцовском историко-краеведческом музее можно до 1 сентября Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова